Программа «День города» на ваших экранах. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте! В ближайшее время о главных событиях четверга в репортажах моих коллег. Смотрите сегодня. Дело замминистра. Областной суд смягчил наказание Геннадию Ноздрину. Сказки быть. В день рождения великого сказочника Шарля Перро мы узнали, что читают рязанцы. 300 лет на страже порядка. Сегодня сотрудники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Суд снизил срок бывшему замминистру сельского хозяйства Рязанской области Геннадию Ноздрину за награды. Апелляцию адвоката подсудимого рассмотрели в четверг, 12 января в областном суде. Защитник Ноздрина требовал назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и приобщил к материалам дела награды и почетные грамоты, которыми был награжден бывший замминистра. Во время заседания подсудимый расплакался. Ноздрин признал свою вину, но посчитал приговор чрезмерно суровым и несправедливым. По его словам, за 45-летний трудовой стаж у него не было ни одного нарушения законодательства. Решением судейской коллегии Ноздрину снизили срок до двух лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 5 миллионов 400 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года. С мягчащими обстоятельствами решения стали поощрения на уровне субъектов Федерации Рязанской области и ведомственные награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в президиуме Рязанского областного суда. Ранее Ноздрину назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, а штрафовали на 5,5 миллионов рублей. Адвокат подсудимого подал апелляцию на решение суда. Напомним, в 2015 году чиновник получил взятку в размере 500 тысяч рублей от руководителя одного из рязанских сельхозпредприятий в обмен на деньги. Замминистр должен был беспрепятственно предоставить субсидии объекту. Кроме того, руководителей этого и других предприятий он получил взятку на общую сумму 140 тысяч за оказание господдержки. К другим новостям. С 1996 года на территории Российской Федерации отмечается День работников прокуратуры. Именно в этом году президент России принял указ, в котором определил официальную дату праздника – 12 января. В 1722 году царь Петр Великий сдал указ, утверждающий должность генерал-прокурора. При этом была создана особая иерархическая лестница, согласно которой генерал-прокурор являлся наивысшим органом исполнительной власти, осуществляющим надзор за действиями Сената и контроль над другими органами прокуратуры. Кроме того, указ определил полномочия и обязанности генерал-прокурора. Это историческое событие произошло как раз 12 января. Отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан выполняет очень широкий спектр функций. Потому что к правам и свободам, которые ежедневно нарушаются, относятся самые разнообразные сферы человеческой жизнедеятельности. Подчиненный мне отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управления прокуратуры Рязанской области осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Спектр этого надзора очень широк. Это соблюдение трудовых прав граждан, законодательство о защите прав инвалидов и престарелых, законодательство в сфере здравоохранения, миграции, жилищное и тому подобное законодательство. Поскольку права граждан – это очень широкий спектр законодательства. При этом невидимая первоначально, но очень важная работа прокуратуры гарант того, что права и свободы, провозглашенные Конституцией Российской Федерации, будут соблюдены, а в случае их нарушения восстановлены и нарушители наказаны. В основном это трудовые права граждан. В прошедшем году органами прокуратуры в указанной сфере, скажем, пресечено более 10 тысяч нарушений. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму более 90 миллионов рублей. Это именно заработные платы? Именно заработные платы. Ну, кроме того, по мерам прокурорского реагирования также были защищены права инвалидов, в том числе на безбарьерную среду, доступность к объектам социальной, транспортной и инфраструктуры. В сфере здравоохранения в настоящее время распространенным является нарушение. Здесь также пресекались нарушения, связанные с необеспечением гражданами лекарственными средствами, ненадлежащим оказанию медицинской помощи. Ольга Александровна пришла в свою профессию 17 лет назад. И с тех пор ни разу, несмотря на отсутствие выходных и праздников, ненормированный рабочий день не пожалела о своем выборе. В особенности уверенность укрепляется тогда, когда виден результат. Реальная помощь обиженным и обездоленным людям. Восстановление законной справедливости. Ну, конечно, это те моменты, их, наверное, немало, и я не буду какие-то конкретные примеры приводить, когда все-таки мы помогали гражданам. Тот момент, когда ты чувствуешь, что то, что ты сделал, это кому-то нужно. Последние годы доверие к гражданам растет, и об этом свидетельствует увеличение количества обращений. Прежде всего, я считаю, это любить свою профессию. Ну и стараюсь помогать, конечно, разобраться в нюансах законодательства, понять какие-то предметы там и правильно разрешить ту или иную ситуацию. О своей работе Ольга Александровна говорит скромно, предпочитает слову, дело. Впрочем, как любой мастер любого ремесла. Однако, ее кропотливый труд, как и труд всех ее коллег, залог порядка в обществе. Доверие к прокуратуре выросло среди населения, особенно в последние годы. И теперь сюда спешат обратиться практически по любому вопросу из любой области, если больше нигде не могут добиться правды. В череде январских праздников я желаю своим коллегам сохранять в душе новогоднее настроение, рождественские мечты. Всем семьям прокурорских работников я желаю здоровья, благополучия и большого человеческого счастья. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям, теперь к другим темам. С наступлением долгожданной снежной зимы пришли и морозы, которые могут таить в себе опасности. Это не только проблемы с жизнеобеспечивающими системами и нечищенные дороги, но и риск переохладиться и даже получить обморожение. По меркам Сибири или Якутии, может морозы и не столько сильные, но для нашей полосы уже достаточно серьезные. Загородный отдых, лыжные прогулки и прочие зимние забавы в таких условиях чреваты неприятностями, если не позаботиться о себе должным образом. Кстати, если вы думаете, что опасны только экстремально низкие температуры, я вас огорчу, проблема может возникнуть, даже когда на термометре чуть ниже нуля. Никто из нас не застрахован от неприятных случайностей, но побеждает всегда тот, кто знает, как решить возникшую проблему. Зима – это не только пушистый снег, а наряжены елки и подарки. Это также сильный холод и неутихающий ветер, пробирающийся сквозь одежду. А результатом таких вот климатических радостей зачастую становятся простудные заболевания и обморожения. И если с первой напастью хотя бы понятно, что делать, обмороженные руки-ноги, носы и уши зачастую просто ставят в тупик, заставляя то ли паниковать, то ли срочно бежать к врачу, то ли и вовсе сделать вид, что все в порядке, а немевшая часть организма не стоит того, чтобы обращать на это внимание. Наша съемочная группа внимания решила обратить и разобраться в том, как же все-таки бороться. А еще лучше и вовсе не допускать пагубного влияния мороза на наш организм. По словам заведующего ожоговым отделением областной клинической больницы Артема Веденского, пациентов, обратившихся в отделение немного. А большей части тех, кто все-таки пострадал от морозов, помощь оказывается в амбулаторных условиях. Ну а жалуются пациенты на покалывание и ползание мурашек, зябкость кончиков пальцев, а не менее, и на побледнение кожи, которое приобретает мраморный оттенок. Это и есть те самые признаки обморожения, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Ну и, конечно, обморожение можно предотвратить, причем это совсем не сложно. Нужно соблюдать всего лишь несколько простых правил. Ну а для начала смотреть на градусник за окном. Если вы видите на термометре значительную отрицательную температуру, лучше вообще воздержаться от нахождения на улице. Во-вторых, если необходимость все-таки возникает, то лучше, как бытует в народе мнение, одеться на самом деле как капуста, чтобы было прослойки воздуха между одеждами, что, соответственно, уменьшит вашу теплоотдачу. Конечно, одежда должна быть теплой и, что немаловажно, сухой. Защищать рекомендуются все открытые части тела – уши, щеки, нос, подбородок. Особенно это касается детей. Что касается обуви, она должна быть комфортной, не чересчур тесной и не слишком свободной. И в том и том случае есть шансы получить обморожение. За руками тоже необходимо следить. То лучше всего, конечно, носить варюшки, которые обладают и водонепроницаемыми свойствами, и внутри содержат натуральные теплоизолирующие какие-либо ткани. Перчатки в данном случае, те же самые кожаные, они как бы спасают, но полностью предотвратить признаков отморожения, если вы находитесь длительное время, они также не могут. Ну и традиционно больше всего пострадавших отмороза среди тех, кто злоупотребляет алкоголем, попадают в группу риска и рыбаки, а также дети после длительного нахождения на улице. Кстати, мнение, что гречительные напитки спасают в мороз, абсолютно не соответствует действительности. Выбивать клин клином тоже не вариант. Ошибочное мнение, что когда субъективно вы понимаете, что отморозили какой-либо сегмент, ту же самую руку, необходимо ее растирать шерстяной варежкой, снегом и так далее. Это тоже все совершенно неправильно, потому что это приведет к еще большему, во-первых, охлаждению, если вы ее подвергли воздействию отрицательной температуры. Ну и естественно, к детям, находящимся на улице зимой, необходимо быть особо внимательными, тщательно контролировать то, как они одеты, и то, не попал ли снег под одежду, сделав ее мокрой. И естественно, тщательно следить за тем, сколько времени дети проводят на улице. О себе забывать тоже не стоит. И возвращаясь с улицы в теплое помещение, при любом субъективном ощущении осматривать себя и при малейшем подозрении на обморожение обращаться за медицинской помощью. В общем, несмотря на то, что лютые морозы, которые еще пару дней назад хозяйничали в нашем городе, пошли на убыль, а к выходным и вовсе, синоптики обещают, чуть ли не оттепель. Зима есть зима. А впереди еще и традиционные крещенские морозы. Так что действительно, берегите себя и одевайтесь теплее. Сотрудники отдела МВД России по московскому району города Рязани задержали злоумышленницу, подозреваемую в серии краж из домов пенсионеров. В ходе патрулирования улиц на окраине Рязани полицейские заметили женщину среднего возраста, которая при виде стражей правопорядка попыталась скрыться в одном из дворов. Прохожую остановили для установления личности, припроводили в отдел полиции. В отделе полиции выяснилось, что прохожая, 40-летняя жительница соседнего региона, ранее неоднократно судимая, в том числе за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Цель, по которой женщина пыталась скрыться от полицейских, она указать не смогла. При личном досмотре у женщины обнаружили 100 тысяч рублей, о происхождении которых она также пояснить не смогла. Полицейские продолжили проверку. Вскоре было установлено, что 76-летняя Рязанка недавно стала жертвой кражи. Пенсионерка сообщила в полицию, что из ее дома, расположенного на окраине Рязани, из куртки родственника пропали 100 тысяч рублей. Эти деньги 26-летний житель республики Татарстан привез в Рязань для помощи в лечении родственницы, который проходит обследование в одной из городских больниц. Купюры лежали в кармане куртки, повешенной у входа в дом. Район, откуда поступило сообщение о хищении и место, где остановили прохожую с сомнительным поведением, совпадали. В дальнейшем было установлено, что задержанная женщина причастна к краже денег из дома пенсионерки. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница специально ходила по улицам частных домов на окраине города и пыталась незаметно зайти в некоторые из них. Таким способом злоумышленница наткнулась на открытую дверь, зашла в дом и в прихожей залезла в карман куртки. Забрав 100 тысяч рублей, злоумышленница вышла на улицу и попыталась скрыться, но была остановлена полицейскими. Похищенные изъяли. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что задержанная причастна к аналогичной краже, совершенной из дома 75-летней пенсионерки. Из дома пожилой женщины был похищен кошелек с 5 тысячами рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой ей грозит до 6 лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу. Литературная деятельность Шарля Перо пришлась на то время, когда в высшем свете появилась мода на сказки. Сказки стали одним из любимых увлечений светского общества. Кто-то предпочитал слушать философские сказки, другие отдавали дань старинным сказкам, дошедшим в пересказе нянюшек и бабушек. Литераторы активно откликнулись на модные тенденции света стали записывать и обрабатывать знакомые с детства сюжеты. Так устная сказочная традиция начала переходить в письменную. Всемирной известности и память потомков принесли Шарлю Перо замечательные сказки «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода». Сегодня, в день рождения великого сказочника, Галина Ершова проверила, насколько любовь к сказкам и волшебству сохранилась в современном обществе. Русские народные и авторские, старинные и современные. Сказки продолжают радовать детей всего мира. Их начинают читать ребенку еще до его рождения, когда он находится в животе мамы, и продолжают вплоть до средней школы. Популярностью традиционно пользуются произведения Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Астрид Лингрен. При этом выбор правильной сказки ложится на плечи родителей. А родители, что детям предлагают выбирать, то, что они сами знают. То есть, поэтому и народные сказки, и то, что сами читали. Ну и вот тоже зарубежная классика, конечно, и Гримм, и Перо, и Андерсон. Это все родителям известно. Их сюжеты не устаревают, а мораль, которая есть в каждой сказке, в ненавязчивой форме учит правилам поведения, общения и занимается нравственным воспитанием. Однако, если вам скажут, что настоящие сказки писали только авторы прошлых столетий, не верьте. Современные писатели ничуть не хуже. Многие из них уже стали живыми классиками. Если брать наших авторов, то вот, например, Сергей Седов, такой современный писатель, которого, ну, может быть, в шутку, может быть, всерьез называют великим сказочником современности, да, своей же коллеги. У него очень интересные сказки. Например, есть такая книга «Сказки детского мира», где герои – плюшевые звери, вот как раз из магазина огромного московского «Детский мир». Историю о животных и людях сочиняет Сергей Георгиев, автор «Яралаша». А по сказкам писателя для взрослых Марины Московиной уже сняли несколько мультфильмов. Недавно на русский язык начали переводить книги американки Кейт де Камилла. Широкую известность ей принесли «Приключения мышонка Диспера», экранизированные в 2008 году. Однако сказки сочиняют не только писатели, так актриса Вуппин Голберг выпустила целую серию историй об ордене феи Драже. Своё произведение для детей написал и учёный-астроном Ефрем Левитан. У него, в общем-то, серия сказок, она уже достаточно давно была издана по астрономии и истории об Альке в сказочном таком королевстве. Книги пользуются популярностью, потому что в лёгкой такой, да, сказочной доступной форме детям излагаются какие-то уже, ну, может быть, не очень серьёзные, но всё-таки такие сведения, вот, актуальные, точные, научные. Яркое содержание книг просят для них и яркие форматы. Так уже изобрели книгу-театр, где персонажи буквально сходят со страниц произведений. С помощью интерактивных сказок с ручными куклами рассказ истории превращается в совместное творчество детей и взрослых. А для малышей остаются актуальны книги с мягкими страницами, но всех их объединяет красочная иллюстрация. Завораживающие картинки для сказок создавали величайшие художники мира. Виктор Васнецов стал одним из первых русских художников, который раздвинул рамки привычных жанров и оживил мир народной фантазии. Есть тоже замечательные книги издательства «Белый город», но в том числе там сказки тоже есть, которые иллюстрируются уже признанными произведениями живописи мировой и русской. На этом у меня все. Смотрите наши новости на сайте город62.тв, в сообществе телекомпании «Город ВКонтакте», а также следите за обновлениями в Инстаграм. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня! Субтитры создавал DimaTorzok